Программа «Навстреча» Программа «Навстреча» Программа «Навстреча» Программа «Навстреча» Автор Платон Аюнский, наш классик, общественный и политический деятель нашей республики. А у вас? У меня это основной Достоевский, ну и наши писатели, вот наши якутские писатели. Интереснее вам ставить для малышей спектакли или для подростков более старшего поколения? Ну, самые маленькие зрители, ты их не обманешь, да, они вот так видят, да, и сразу они... Вот, как видят и слышат, и они чувствуют этот спектакль, да, вот их не обманешь. Поэтому мне нравится ставить маленьким. Гастроли предпочтете или свою сцену? Свою сцену, конечно. А вы? Там удобнее выступать, выступать, свои зрители. Постановки авторские или по мотивам национальной литературы интереснее вам ставить? По мотивам произведений национальной литературы, да. Мне тоже, да. Тоже вот такие этнические. Сегодня мы как раз про них поговорим. А скажите вообще, почему театру интересно обращаться к этносу? Ну, это истоки наши. Это культура, ритуалы, традиции. Вот поэтому молодое поколение должно знать свои истоки, свою культуру. Вот поэтому мы часто обращаемся к этническим постановкам. Ну, вот я думаю, да, Екатерина, когда вот это приходит же с молком матери все это, да, вот это все. И поэтому вот якутские национальные, вот такой ритуальные традиции, это должны мы дать детям, да, вот маленьким детям. Потом они вот вырастут, да, и пойдут в другие театры, в большие театры. И они, и должен вот, вот, фольклор и традиции должны вот держать в сердце детей. Ну, примерно так. Сложнее ли создавать такие постановки в отличие от классических постановок? Да, очень сложно, конечно, вот, ставить фольклорные произведения. Потому что, когда работаешь над этнической постановкой, ты должен знать всю культуру, вот, быт нашего народа. Как бы постановка является научной работой, потому что ты копаешься в архивах, бываешь в музеях, смотришь археологами, историками работаешь, с консультантами. Вот поэтому работы очень много. Каким образом выбираете материал и какие есть критерии, чтобы это стало постановкой? Ну, материал мы находим, вот, мы же детский театр, и поэтому мы детскую литературу. И сейчас мы работаем, вот сейчас, ну, основной школьной, для подростков, для школьной программы мы работаем, основной, да. Ну, и детский, детский, это мы находим, ну, например, вот для сказки, да. Ну, у нас якутских религий, якутских сказок очень много, да. И вот самое популярное у нас старушка Биберекян, которая ставит все театры, да. И такие вот, такие, ну, национальные, самобытные такие спектакли, ну, детям ставим. Мы сейчас ставим основную по школьной программе и на патриотические темы. А наши эпосы, это лонхо, они на патриотические темы обычно сказываются. И вот моя бабушка, когда я был дошкольником, она рассказывала мне маленькому сказки, вот, якутские народные. Вот поэтому на основе этих сказок я поставил спектакль «Чарон сосуд счастья». «Чарон» — это сосуд, кубок для кумыса. Это сакральный предмет быта нашего народа. Я понимаю, что и в якутском народе очень много легенд, очень много сказок, но не все из них можно поставить на сцене театра. Вот каким они критериям должны соответствовать? Ну, критерии такие, ну, мы любовь к родине, любовь к своему языку, любовь к матери, вот, ну, да, вот такие, ну. Все равно любовь к своей родине, природе, это же, все равно обязательно надо, да. У нас вот спектакль, мы, я, вот, например, я ставлю спектакль, да, вот, когда вот этим беру, но в основном у нас детские якутские сказки есть очень много, да. Но я беру вот такие по легендам народов Севера. Это Эвяны, Юкагиры, я его, ихние, ихние вот легенды. У нас есть и спектакль на юкагирском языке, вот, Александр Васильевич поставил. И самый хороший, ну, так сказать, вот эта визитная карточка у нашего театра, Камень счастья, есть такой спектакль, тоже по легендам народов Севера, всю, почти, всю республику, всю Россию, всю Европу. Вот, в всех фестивалях были. А если спектакль поставлен на юкагирском языке, то у зрителя есть возможность понять, что происходит? Зрители приходят и не понимают, что юкагирский язык, делаются отклонный перевод, и сами юкагири пришли, посмотрели, очень обрадовались, что вот наши вот артисты говорят очень хорошо на юкагирском языке. Интереснее ли работать с малоизвестными произведениями, или, наоборот, интереснее с популярными, то, что везде ставится, то, что везде известно? Да, интереснее, конечно. Ну, у нас вот Саха-театр, Русский академический театр, Театр оперы-балета, и ДЮЗ, вот они все сказки ставят, да? И мы вот в свое время, вот Алексей Прокопич, заходитель, всегда говорит, вот давайте что-то новое, что-то вот... Неизвестное. Неизвестное, да. И поэтому только ищем, находим, но ставим. Нужно ли привносить в этнические спектакли какие-то современные детали? Или, наоборот, важно сохранить максимальную вот аутентичность? Аутентично сохранять надо. Аутентично сохранять надо, но сейчас вот дети совсем по-другому живут, они сейчас вот все гаджеты сидят, все вот эти, ты не удивишься как-то, да? Их надо заинтересовать как-то, да? И поэтому мы тоже вот эти, иногда вот сказки современные, и современные, например, вот музыку, например, вот делаем вот этническую какую-то вот, типа, делаем, может быть, ну, одежду чуть посовременнее. То есть она этническая, но с какими-то современными мотивами? Да, да, да. Ну, вот я и «Сказка о рыбаке» и «Рыбке» ставил, да, вот Александр Сергеевич Пушкинов для детей, да. Ну, все ставят вот так, все вот, и это, ну, это, да, и потом. Ну, я взял, и взял вот четыре коробки, и все. И это дом, и это все, и это, ну, так вот так, только никакой декорации. И вот так очень получилось хорошо. Я в своих постановках стараюсь сохранять архаику, аутентичность. Ну, в первом акте, может быть, они выступают в костюмах XVIII века, точно копья, потом, в финале они выступают в костюмах XIX века. А сложно ли найти элементы быта для декораций? Нет, их не... Старинные? Нет, сложно, потому что у нас вот археологические раскопки проводятся, и наши художники рисуют быт нашего народа. И самое главное, вот у нас народных мастеристов очень много, народных мастеров очень много. Поэтому, ну, вот даже идешь, она мастерица, но и хочешь, вот она говорит, вот так делайте, вот так, и спектакль, ну, сам себе вот так может получиться. Даже вот один спектакль у нас, Валентина Афанасьевна, который нас везет, да, все костюмы из, как сказать, лошадь, кобыльево, и, ну, из гривы. Ага, волосы, ну, все костюмы такие. А музыкальные инструменты, если нужны, легко ли находятся? Да. У нас делают, все инструменты делают сами. Мастерские мастерские такие есть, и это не проблема. Да, это не проблема. Вот когда обращаетесь к этносу, есть ли понимание, что со временем многие народы постепенно, постепенно теряют свою историю? Или наоборот, вот сейчас вы видите небывалый интерес и видите, что многое удалось сохранить? Ну, наш народ, он сохранил свою культуру испокон веков. Например, эпос 6 века сказывается в нашем народе. Так что такой проблем у нас нет. Но 90-е годы было возрождение нашей культуры традиционной. У нас народ очень сохраняет и это чтит традиции, да. И поэтому вот каждое лето, вот сейчас, 24-22 июня, вот у нас солнцестояние, у нас белые женоки. И проводим национальный праздник ИССР. И все там полностью, все традиции, все эти, кумысопития, встречи солнца, поклонения солнца. Все люди национальных костюмах, все там ходят, да. И круговой танец осохает, тацует. Три ночи. Три ночи, ночи, да. У нас, нынче, 24-25 проводится традиционный национальный праздник ИССР. А 1-2 июля в Аймеконском районе, это пульс холода, проводится ИССР Олан-Хо, ИССР Эпоса нашего. Сложнее ли с годами сохранять вот это наследие? Или наоборот, вот сейчас электронные ресурсы, да, позволяют его сохранить? То есть вот как меняется этот процесс? Процесс идет к развитию, и все сохраняется и развивается. Самое главное, вот во всех детских садах, во всех школах, у нас вот это, обязательно вот традицию держат, да. Обязательно вот должен знать фольклор, дети должны знать фольклор. Вот с малых лет вот к нам приходят, и потом в детских садах все сразу по фольклору говорить на якутском языке. Там все это очень... Разбитым. Да, развитым. И наш театр проводит и фестивали дошкольных и школьных театральных коллективов. Вот она, фольклорные темы, ставят отрывки из Олан-Хо эпоса, фестиваль Скорогорок, например, проводим. Провели фестиваль такой, сказки на земле Олан-Хо. И всероссийский, да, фестиваль театрального искусства для детей. Один раз проводили. Какая может быть роль театра в сохранении этноса по сравнению с другими видами искусства? Ну, в театре... Наш мятер, известный режиссер Андрей Александрович Борисов, говорил, что в театре куется нация. Вот в театр заходит толпа, в театр становится публикой, а оттуда выходит уже народ. То есть практически главную роль. Да, театр для народа. Ну, в общем, культура, искусство для народа. Так что люди искусства должны быть вместе с народом всегда. А что нового узнаете при подготовке к этническим постановкам? Вот про свой народ, про свою культуру, про свои традиции. Что лично вас удивило, и вы этого не знали? Я думаю, что у нас в природе все заложено как-то, да? Как будто почти знаем и все. С малых лет воспитывались. Все воспитывались. И поэтому как-то вот у нас в природе заложено, что обязательно вот, когда идешь на охоту, например, обязательно огонь, вот священный огонь надо кормить, природу свою кормить. Вот вложено вот как-то вот, да? И поэтому все ритуалы обязательно, алгысы обязательно надо, мы все делаем. Когда вот гости приходят, даже вот, все, мы на национальном ритуале, все, оладушки там делаем, и все огонь кормим, вот все так вот. Все это как-то вот. Дух и природа кормим, да. Какие мотивы чаще всего встречаются в якутском этносе? То есть что там, может быть, какие-то народные герои, может быть, ситуации распространенные? Самое главное вот это эпос Олондко у нас. Он же, как его, Юнецка же, да? Да, он стал шадьером нематериального устного творчества при Юнецка. И поэтому вот самое главное, вот это у нас, ну все, с малых до старших, все знают, что такое Олондко. Богатырь, он защитник народа, защитник своей Родины. Он всегда борется за правду, за справедливость. Вот поэтому мы воспитывались в этом духе. И сейчас воспитываем молодое поколение. Одним словом, патриот своего народа. У нас у Олондко почти одинаковый сюжет. Ну, рождается богатырь, люди радуются, эсэхо проводят, и во время эсэха из нижнего мира выходит злой дух, и похищают красавицу Туярмако, и с собой он берет нижний мир, а богатырь едет спасать вот эту красавицу. Они борются, и нам богатырь побеждает злого Аббасы, и вот вручают красавицу. И потом до финалах зэх, все уруй, айкал, вот богатырю слава, и женится он на этой красавице. Всегда так. Во всех эпизах почти. В сказках, в сказках и легендах, конечно, есть такие, да, но у нас тоже вот это как дурачок, один вот этот, у нас Мелегиен такой есть, так называется, мальчик-стадут-школунишка, тоже вот все время там убивает своих, ну, вот там детей там, но все равно в конце тоже становится вот хорошим мальчиком. Примерно мальчиком. Скажите, а какие чувства вызывают у команды подготовка к этническим спектаклям? Вот какие-то струны души затрагивает? Конечно, так, конечно. Это... Ответственность большая, очень большая ответственность перед своим зрителям. Они так же знают все, и все-все культуры, традиции, ритуалы наши якутские. И поэтому что-то новое, что-то хочешь твои что-то новое, что-то новое показать. Художнику, своему художнику, вместо команды и работы, для этого музыку зачиняешь. Вот, например, ну, там музыка очень много там, ну, барган нужен обязательно, вот такие-то этнические музыки там записываешь, чтобы человек услышал, и вот отсюда, да, сюда, чтобы дрожать. Ну, вот так, такие. Ну, очень, как сказать, очень хорошо, что когда вот это новые, новые постановки, даже сам радуется, потом примеры, и все, ну, вот, нормально проходит. Готовишь эскизы костюмов, эскизы декорации, потом заветуешься со специалистами, так или так. Да. И еще используете в постановках горловое пение, и даже сейчас можете нам что-то исполнить, да? Александр Васильевич вспомнит. Чуть-чуть. Ну, это, как говорится, вот алгыста тоюк, это, ну, горловое пение, но у нас называется тоюк. Он есть, не такой, как вот у бурятов, монголов, да? Ну, такой. Я говорю. но ого он и иркутская кораろう да ну ну угар серый о якустская культура стоит на трёх китах это хомус варган и сыр и а сейчас в театральном сообществе в целом есть ли мода на этнические постановки как-то вот этот интерес с годами сильнее проявляется у нас да ну во всех например вот монголия бурятия и на основной вот ульгер да вот бурят очень хорошо не работает на кукольный театр на ноуте они очень хорошо работать на этом вот на этническом монголии но каждый вот и каждая республика да вот сейчас я думаю что у каждой республики сейчас только вот это это сама работать начинает да уже пришло время пришло время вот этнических спектакль потому что вот каждый народ каждый народ хочет вот но свою у своих детей своих этих знаний да и познать себя что ты например вот я якут я должен делать вот для себя для своего народа что-то хорошее что-то вот и поэтому вот как как я думаю что это пришло время такую для иркутске стартовал 2 международный театральный фестиваль байкальский талисман на нем как раз будут показывать этнические спектакли как вы считаете помогают ли такие мероприятия популяризировать такие постановки очень нужны такие фестивали вот на этнические спектакли таких фестивалей очень мало да такие фестивали проводятся на татарстане например и вот в иркутске проводится сейчас организовали ассоциации национальных театров в санкт-петербурге александринский театр этим делом заведуя это работает вот поэтому очень нужны такие фестивали для нас а для национальных театров ну и ну и всех театров россии ну одно дело для театров а другое дело наверное для зрителей первое дело это для зрителей конечно но я я тоже очень рад что вот приехал в иркутск там это такой фестиваль детские вот сделали да очень отрадно что надо таких фестивалей много делать потому что нашим детям это нужно ну поэтому вот для детей вот сейчас они увидят да вот все спектакли которые вот приехали якутия но монголия там да и уланды они будут очень восторженно принимать я так думаю потому что вот это сказки ну раньше же были до сказки народов мира да вот такой вот такой как руси вот это сделать да это очень прекрасно познается многоликос нашей страны россии вот это увидят наши маленькие зрители расскажите какие театры еще приехали которые уже стали вашими друзьями ну мы очень рады что в иркутске приехали наши друзья в чувашки театре юного зрителя имени сельсполя театр кухол из бюряттии ульгер мы с ними сотрудничаем у нас очень хорошие связи с ними работаем работаем вместе да александр васильевич алексей прокопьевич спасибо вам большое за интересный разговор она вам спасибо это была программа навстречу до новых встреч в эфире